так мы должны быть сейчас прямом эфире добрый день всем пожалуйста про сигнальте есть сейчас звук или нет я пытался здесь сейчас сделать двойной прямой эфир и на youtube и на instagram но youtube нас подвел прямой эфир там категорически не включался мы потеряли полчаса на это значит если и звук напишите пожалуйста словами лучше если есть хорошо ли вы меня слышите у меня здесь рядом микрофон принципе должен быть хороший звук значит идея этого эфира это обзор следующей наступающей неделе с 13 по 19 апреля я постараюсь в ближайшие недели делать выпуски и обзоры по четвергам первой половине дня в дневное время чтобы информация не поступала раньше спасибо значит прежде всего я хочу поздравить овнов все-таки поздравляем вас с днем рождения овен по моему самый замечательный знак зодиака если вы думаете иначе то у вас могут быть проблемы поэтому лучше считать что они самые замечательные особенно если это ваши члены семьи на самом деле прекрасные творческие передовой неугомонный знак зодиака впереди планеты всей все время ищущие какие-то новые идеи новые решения так что овен прекрасный знак и мы сейчас проживаем с вами этот месяц когда нам нужны новые идеи когда нужно браться за энергичную реализацию этих идей это нужно делать прямо сейчас даже если вы сидите дома даже если вы ограничены во многих привычных вариантах активности время овна упускать нельзя поэтому идеи надо искать и надо работать над реализации и продвижением этих новых идей поскольку эфир посвящен следующей неделе с 13 по 19 апреля надо сказать что следующая неделя вообще будет последний в знаке овна потому что уже вечером воскресенье 19 апреля наступает земной знак тельца вот и время огня когда у нас есть силы есть драйв есть энергия эмоция это время у нас до 19 числа а там пойдет спад потому что когда наступит земной знак тельца это конечно будет спад энергичной бодрой звездной энергии начнется успокоение вот сейчас мы пока с вами горячие неспокойные эту энергию надо направлять на подготовку на работу на учебу повторю даже если вы в закрытой ситуации даже если не можете сейчас куда-то выйти из дома значит что еще надо сказать в субботу 11 апреля начинается то что я начал называю астрологическая весна это один из важных дней весны важнейших дней весны когда планета общения коммуникации выходит из знака спячки это меркурий конечно же выходящий из знака рыб и переходящий в знак бурной бодрой энергичной активности знаков на вот это у нас с вами суббота 11 апреля обычно я говорю что в этот день мы с вами просыпаемся весь мир начинает двигаться это начало деловой весны интеллектуально весны и так далее сейчас как мы с вами видим весь мир заморожен по большому счету но интеллектуально заморозить нас никто и никогда не может нас ограничивает в перемещениях но и не более того только в перемещениях и все в общении нас не могут ограничить у нас есть интернет и мобильная связь в интеллектуальной активности нас не могут ограничить таким образом будем ли мы с вами ощущать деловую интеллектуальную весну с 11 апреля я полагаю что конечно же да конечно это будет горячее обновляющее влияние создавать нам более позитивный фон на следующей неделе с 13 по 19 апреля конечно это окончание спячки это плюс для огненных знаков зодиака это плюс для близнецов и дев я надеюсь что вы достаточно опытные пользователи не надо перечислять что такое огненные знаки зодиака значит когда меркурий перемещается в овен полезно начинать новую учебу могут появляться новые важные контакты сколько бы не длился карантин и сколько бы не простаивали самолеты сколько бы не были закрыты дороги это все равно когда-то будет открываться даже если в конце мая это не так принципиально когда мир снова запустится снова все завертится важно будет что у нас есть уже какие-то идеи какие-то связи наработки следующая неделя будет полезна для этого полезно для того чтобы искать людей которые вам помогут двигаться вперед учиться строить дела зарабатывать деньги вот прямо с 11 числа можно включаться в какую-то новую учебу очень уместно сказать что прямо 12 апреля в день космонавтики я в своей онлайн школе запускаю курс для новичков как раз меркурий прямо накануне входит знак овна овен это новички и с 12 числа утром я сделал небольшой эфир пригласительный вы сможете заходить в мою онлайн школу новички и знакомиться с первыми уроками при желании двигаться идти осваивать астрологию основы астрологии для себя что как вы понимаете полезно для очень большого круга специалистов полезно для и чаров полезно для директоров полезно для педагогов для учителей для преподавателей вуза для нянечек для деловых для бизнеса для для всех абсолютно для медиков полезной основы астрологии для медиков еще как вообще для всех людей для родителей в общем большинство из нас с вами родители конечно же папа и мама вот день космонавтики я буду делать такой запуск и это вот то что вы на лендинге все прочитайте это то что надо делать нам никто не запретит двигаться сейчас даже если не можем мы выйти из дома или уехать на километр от дома двигаться интеллектуально никто запретить не может значит меркурий на следующей неделе делает позитивные аспекты с марсом и с венеры эти аспекты приходится на активные знаки зодиака это очень важно в этом году почему потому что в этом году в двадцатом очень много пассивной энергии на небе очень очень много в масштабах всего года поэтому те периоды года когда активны планеты на небе и особенно если активны не поодиночке вдвоем втроем вот то что будет на наступающей неделе 13-19 апреля это периоды которые надо использовать потому что гармония меркурия венеры марса будет затрагивать аж три знака зодиака и 2 стихии это будет гармония между овном близнецами водолеем стихии огонь и воздух то есть это практически половина знаков зодиака получат энергию активного подъема прорыва общения новых идей если бы мир был в порядке они в замороженном состоянии на паузе как сейчас это было бы сверх бурная неделя сейчас до мир заморожен все остановлено но тем не менее это не значит что шансы не удастся использовать шансы безусловно будут особенно у этих трех знаков зодиака что такое стрелочки поясняйте мне пожалуйста я не не понимаю вот особенно у этих трех знаков зодиака и у этих представителей этих двух стихий что надо сказать еще про следующую неделю конечно на следующей неделе прямо 14 числа на небе действует аспект шлагбаума как я его называю он действует каждую весну мы его проживаем год за годом я не знаю последние 20 лет мы его с вами весной проживаем он постоянно создает нам сложности запреты трудности в течение где-то 7 10 дней весной если мы не берем такую необычную весну как этот текущий год то когда солнце находится под квадратом плутона вот я называю то спец шлагбаума когда какие-то запреты на нашем пути стоят пока он на небе действует а он действует до 14 апреля до вторника физически явно потом он не сразу открывается он как бы открывается и постепенно те пробки которые были созданы этим шлагбаумом они начинают рассасываться не сразу прям за два часа хотя иногда удивительно наблюдается прямо чуть ли не час час вот он отпустит в 1406 во вторник 14 апреля и иногда случаются чудеса в 1410 начинается прямо во вторник начинает извините подниматься шлагбаум дела начинают течь но поскольку шлагбаум создает естественные пробки то не сразу все прямо течет постепенно начинает рассасываться аспект это всегда один из самых сложных весной действует он где-то около десяти дней то есть он с 5 6 апреля уже действует и надо понимать какой весне мы находимся мы находимся в тяжелейшей весне где сатурн плутон задавили все что только можно задавить все живое сатурн водолей остановил людей остановил мир вот прямо как сатурн вошел в водолея это знак мира знак людей знак коммуникации знак полетов туда зашел сатурн 23 марта остановил все это неожиданно нетипично такого раньше не было никогда чтобы вы не удивлялись почему астрологи так явно всех не предупреждали а очень скромно как-то в каких-то кулуарах о чем-то там может быть говорили потому что так не работало никогда вот соответственно в рамках вот этой весны что мы должны сказать и так весна тяжелая еще и аспект шлагбаума это радость или это очередная неприятная информация но в общем это данность нашей с вами весны каждую весну этот шлагбаум всегда есть сейчас он сильнее всего ощущается для козерогов овнов естественно ну что солнце вовне плутон в козероге но и для раков весов ощущается плюс как бы для всех мужчин всех активно живущих активно действующих активно зарабатывающих творчески активных людей радость в том что он закончится но начнет уходить до после 14 числа поскольку аспект достаточно опасный приносит растраты невыгодные тяжелые очень кредитные ситуации финансовой ситуации будем считать что даже в рамках этой ненормальной тяжелой весны после допустим 15 апреля какие-то ситуации может быть окажутся уже не такими запретными допустим ночью я беседовал работал с клиентами которые у меня сейчас застряли в испании при этом они даже не жители испании но они там оказались на карантине вынуждены были срочно снять квартиру и вот засели на карантине в этой квартире они мне сказали интересные новости из европы что австрия и чехия которая почти пока не страдает от вируса сейчас что они вроде бы постепенно прорабатывают варианты постепенного открытия возвращения к нормальной жизни но поступенчатого там недели за неделю постепенно открывать там такие 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 магазины и сферы отрасли жизни вот посмотрим посмотрим значит пока надо сказать что если вы видите большое давление обстоятельств можно нужно держаться до 14 апреля если вам предлагают невыгодные кредитные решения финансовые решения лучше не соглашаться если это тяжелый грабеж и тяжелый удар по вашему здоровью по вашим финансам потому что если не брать вот эту ненормальную весну 2020 года брать обычную весну любого другого года то история такая пока нас дней 10 подавляет квадрат солнце плутон не знаю там у вас хотят отобрать бизнес вам хотят навязать тяжелые невыгодные кредитные решения вы выплачиваете тяжелые долги которые вас подавляют которые на вас висят каким-то большим бременем принципе вот это все должно по идее успокаиваться но хотя бы там не знаю на 20 процентов после 15 апреля а сейчас мы в зоне пока ну вот пока мы с вами в конце этой недели до сегодня 9 апреля мы еще в зоне действия сложных аспектов и конечно вы знаете что сегодня 9 завтра 10 апреля на небе луна в скорпионе которые вообще сложная опасная эмоциональная провокационная которая приносит проблемы для здоровья для финансов поэтому будьте очень аккуратны и сегодня и завтра чтобы не растратить понапрасну те запасы которые у вас есть вопрос запасы чего запасы любви в душе запасы хорошего настроения запасы продуктов это не так важно сейчас важнее не запасы продуктов а запасы интеллектуального нашего потенциала запасы душевного нашего потенциала и творческого вот поскольку провокации при луне в скорпионе многовато сегодня 9 и завтра 10 апреля луна в скорпионе вот это постарайтесь не растратить что там будет с вашими гречками макаронами грушами яблоками это не столь существенно но если не покушаете два дня значит будете стройнее и потом будете только довольны полезно вам эта информация или нет скажите мне пожалуйста значит если говорить про этот аспект шлагбаума до солнце конфликтует с плутоном и многие говорят что вот на небе сейчас юпитер с плутоном это аспект миллионера возможно какие-то производители медицинской амуниции или антисептиков или масок может быть они конечно и станут час для производителя гречки миллионерами но на самом деле я думаю что юпитер который попал сейчас знак козерога это знак большой слабости юпитера и бедер который попал под плутон козероге это не аспект миллионера аспект больших потерь для миллионеров я не рекомендую очень обольщаться на эту тему вот значит я хотел бы сказать что через месяц у нас на небе будет картина гораздо более позитивная примерно в похожие даты примерно 14 15 мая на небе солнце будет не аспект слагбаума получать как сейчас это тяжелого запрета и аспект который выжимает все наши ресурсы из нас все соки выжимает через месяц примерно 15 мая солнце будет в гармонии вот с тем самым плутоном который сейчас так выжимает нас с тем самым юпитером который пытается нам помочь на такое ощущение что он сам погибает там под плутоном значит аспект будет хороший середине следующего месяца последнего месяца весны поэтому есть некоторые надежды что может быть там будут сниматься какие-то части запретов там карантинов и даже с точки зрения бизнеса продаж деловых потоков возможно пойдут я не знаю первое движение в бизнесе первые деньги где-то через месяц от середины апреля это на такие возможные обоснованные ожидания что касается движения марса он сейчас идет по знаку водолея значит это плюс или минус с одной стороны знак водолея коллективный творческие креативные информационные связанные с интернетом новыми технологиями поэтому можно сказать что сейчас полезно коллективная работа сейчас полезно естественно цифровые технологии онлайн технологии как бы никакой новости в этом нет что все уже месяц как кричат идите в онлайн идите в онлайн это и так всем понятно значит марс воздушной стихии возможно приносит плюсы для воздуха что значит плюс это значит светлее голова больше полезных мыслей лучше понимают что делать что не делать потому что если сейчас у человека в голове хаос и не те мысли вы будете ухудшать усугублять свои позиции если будете вести себя неправильно когда мы ведем себя неправильно если мы делаем неправильный анализ того что происходит что будет что надо делать люди с холодной светлой работающей головой делают правильный анализ и получают меньше сдержек от всей этой ситуации значит знаки воздуха соответственно весы близнецы а сейчас получают поддержку марса возможно они способны спокойнее лучше оценить обстановку при этом сами водолеи получают марс на и собственной территории и противоположные знак льва получает марс противоположном знаке зодиака значит для водолея для льва этот период сейчас в апреле когда марс идет по водолею он немного травматичный водолеи могут получать травмы чину физические травмы эмоциональные травмы травмы через технику травмы человеческие потому что вот сейчас водолеи две самые тяжелые планеты сатурн и марс чего не было ну лет тридцать судя по всему соответственно вот мир и все люди и получают травматичную ситуацию когда люди запрещены в мире людям ничего нельзя и вот уже животные по городам путешествуют людей в городах почти нет соответственно для льва для водолея отчасти травматичная ситуация соответственно старайтесь не срываться на близких не нервничать слишком сильно не провоцировать какие-то конфликты но и повторю особенно в конце недели следующий наступающий особенно с 15 по 19 апреля на небе будет хороший треугольник для огненных знаков и для воздушных знаков меркурий марс венера гармонично общаются поэтому возможно появится хорошие деловые связи личные отношения там улучшится может быть полезные идеи помощь подсказки по бизнесу и по работе соответственно на следующей неделе со среды с 15 апреля луна будет в воздушном знаке водолея и у нас будет больше возможности найти хороших друзей хорошие подсказки помощь в работе теперь несколько слов по поводу сатурна я кратко уже упомянул что с 23 марта сатурн идет по знаку водолея водолей смотрите что такое водолей водолей это люди люди сейчас запрещены водолей а это концерты это публичное мероприятие это свободные народные гуляния это самолеты перелеты и это все сейчас запрещено прямо удивительно это срабатывало с 23 марта сатурн перешел в знак водолея россию поставили на паузу закрыли прямо с 23 марта и водолей знак связанные с людьми значит сатурн планета которая блокирует вопрос сколько этот блокиратор будет сидеть в этом знаке людей друзей народных собраний гуляний авиации когда это все могут открыть если все будет срабатывать по разблокировки также четко как срабатывало по блокировки а срабатывало удивительно четко на небе то разблокировка на небе идет со 2 июля потому что сатурн уходит к счастью из знака людей и знака мира со 2 июля уходит до декабря то есть если повторю будет также четко все срабатывать то блокировать нормальную жизнь людей и мира текущая обстановка весны может до конца июня и блокировать нормальную жизнь нормальное общение нормальные перелеты есть ли у нас более близкая какая-то идея россия не под ураном россия под водолеем находится то очень разные вещи под ураном скорее соединенные штаты россия под сатурном находится я полагаю под нептуном под плутоном но по знаку россия это водолей конечно значит есть у нас возможно чуть более ранняя идея того когда блоки могут уходить эта идея тогда когда сатурн остановится в своем продвижении по водолею остановится развернется и пойдет назад в ретроград то есть пойдет как бы выходить обратно из водолея скажет так я пришел я утвердился теперь я буду выходить вот этот момент когда он развернется и пойдет назад а вы на выхода это с 11 мая значит соответственно может быть у нас есть некоторые идеи что после а сатурн дело в том что в астрологии эта планета болезни значит возможно у нас есть идея надежда что с 11 мая получится разворот скажем в этой тенденции когда болезнь остановила весь мир фактически что происходит болезнь остановила весь мир и нормальную жизнь людей сатурн планета болезни пришел в знак людей вот он развернется 11 мая начнет выходить соответственно вот такие возможные наши ожидания когда это может все закончится что касается декабря то в декабре сатурн вернется водолей после паузы с июль август сентябрь октябрь ноябрь он будет продолжать еще в козероге что не очень хорошо для экономики конечно что это земной знак зодиака экономика но тем ни менее в декабре сатурн вернется это верно да но дело в том что вернется не один а вернется уже с юпитером вместе это будет два больших где один зловредный большой один позитивный большой есть надежда что в декабре уже не будет так как было в марте потому что в марте начале апреля сатурн зашел вместе с марсом это худшие планеты в астрологии худшие вообще и они соединились вот в ту неделю когда россию закрыли и остановили и так далее поэтому декабрь я бы не приравнивал к марту апреля я надеюсь там будет все таки более светлая позитивная ситуация и будет у нас рождество со слезами на глазах конечно что касается 11 мая повторю это возможно разворот тенденций которые связаны с болезнью выход из знака людей блокиратора сатурна 1 июля последний день то есть до июня может все быть на паузе но так или иначе до июня все может быть не очень хорошо как обычный прогноз неделю у нас перерос прогноз чуть ли не десятилетие да и сатурн знаки водолей кого зажимает сильнее всего конечно зажимает водолеев и львов очень сильно заставляет отказываться от привычных радости и роскоши но это всем уже и так сейчас понятно все привычные радости роскоши под запретом вот водолеем сложно немножко может быть перегружены работой и отчасти тельцы скорпионы тоже но я вижу да большая нагрузка на скорпионов падает я третью неделю подряд провожу 9 вебинаров в неделю если вы подумаете что вебинар это как концерт у артиста это 9 концертов в неделю трехчасовых если вы понимаете что это за работа 9 неделю вот такая нагрузка а я ранний скорпион вот такая сейчас у нас нагрузка но дай бог чтобы здоровье он позволило нам справиться значит пока я не забыл небольшой анонс завтра в пятницу у меня проходит две интересных ценных лекции по астрологии совместимости вы можете к ним присоединиться завтра днем я два часа дня завтра это пятница 10 апреля читаю лекцию про оценку совместимости двух карт когда они находятся две рядом никогда вы накладываете две карты одну на другую когда они находятся рядом это очень важная стадия оценки гармонии совместимости оценки того насколько вы выглядите как две половинки или нет а вот и завтра 10 апреля вечером с 6 до 8 я провожу также вебинар по картам композитов и картам средней средней карте это две технологии в астрологии совместимости которые позволяют двух людей людей извините объединить в одну карту и посмотреть на эту одну карту как на единство этих двух людей у нас есть две технологии одна называется композит другая средние карты вот соответственно завтра я буду в пятницу 6 до 8 давать такой урок для своих студентов для участников тренинга вы можете присоединиться просто идите в мой профиль в instagram смотрите ссылку заходите можете оплачивать присоединяться оплата невысокая завтра будем вместе заниматься если смотрите в записи на youtube под роликом будет ссылка заходите присоединяйтесь почему это еще ценно потому что совместимость сейчас один из самых важных разделов астрологии потому что сейчас мы с вами должны будем восстанавливать деловые позиции финансовые позиции и поэтому важны и важно правильная оценка деловой и бизнес финансовой совместимости поэтому любые технологии которые нам помогают понять с кем ты можешь работать хорошо с кем нет с кем ты можешь зарабатывать деньги с кем нет эти технологии сейчас не менее важны чем прояснение вопросов с кем у тебя хорошая любовь хорошие личные отношения с кем нет вот это мы разбираем завтра в пятницу проходите по ссылкам пожалуйста присоединять принципе это вся информация про наступающую неделю 13 19 апрель и несколько слов могу сказать про лунный цикл как мы работаем с лунным циклом работаем очень просто когда луна идет по какому-то знаку мы общаемся с представителями этого знака это ценно и полезно мы многие вопросы решаем через представители этого знака и мы занимаемся делами которые соответствуют этому знаку зодиака это обычно два дня соответственно вот сегодня завтра 9 10 апреля луна в скорпионе мы вспоминаем скорпионов мы общаемся со скорпионами мы занимаемся делами которые с которыми связан скорпион например тайные знания астрология это скорпион например генеральная уборка дома это скорпион например алкоголь я надеюсь вы им сильно не увлекаетесь надеюсь что фильмы ужасов вы тоже не смотрите потому что для этого уже есть выпуски новостей значит суббота воскресенье 11 12 апреля луна в знаке стрельца да кстати сейчас очень помогает общение с единомышленниками группы чат и астрологические чат и сейчас помогает очень искусство ну сексуальные отношения конечно если у вас дома нет 15 человек посторонних если у вас все хорошо в личных отношениях вот сейчас очень помогает искусство потому что к искусство арт это венера детективы да да смотрите сериалы агаты кристии там пару шерлок спорт помогает луна скорпионе это хорошо гонять свое тело гонять прямо так вот безжалостно потому что скорпион это безжалостный знак зодиака и вы думаете так на кого бы безжалостно наброситься луна же в скорпионе и приходит хорошая мысль а давай ты набросишься на себя вопрос как мне на себя наброситься взять тренажер и вот сломать его просто вот то есть погонять свое тело жестоко вот это луна в скорпионе значит суббота воскресенье 11 12 апреля луна стрелец значит общаемся со стрельцами решаем важные вопросы со стрельцами занимаемся вопросами учебы обучения соответственно я запускаю новый курс для новичков кто желает отправиться в космос 12 апреля в день космонавтики можно отправляться в космос то есть начинать изучение астрологии хотите в космос начинайте изучение астрологии луна в стрельце это учеба это иностранные языки это визы билеты чемоданы сейчас нам не до визов и не до билетов и не до виз извините не до чемоданов на луна в стрельце это английский испанский немецкий итальянский это написание книг написание диссертации написания учебных работ это поступление в школу астрологии это общение с родственниками за рубежом это чтение хорошие мировой литературы классики литературы это веселье оптимизм и спорт соответственно вот этим всем занимаемся насколько возможно в субботу воскресенье теперь понедельник вторник 13 15 число луна в козероге значит козерог это вопросы аренды это вопросы оплаты счетов поэтому 13 14 думаем как какой аренду как нам набрать деньги на аренду если вы как нам набрать деньги на жилье потому что людям нужно платить за жилье за аренду офиса за аренду помещений вот садимся 13 14 внимательно ответственно думаем если надо себя ущемить в чем-то чтобы выплатить аренду значит пишите в чем я себя ущемляю меньше буду кушать там спагетти гречки и так далее чтобы я справился луна в козероге это построение серьезное ответственное построение планов на месяц на несколько месяцев поэтому в понедельник садитесь лучше в уединении чтобы никто не мельтяжил вокруг и рядом собаки дети мужья жены родители телефон отключаете со звука переворачиваете стеклом вниз чтобы все никто вас не дергал и садитесь внимательно продумывайте свои планы и как с ними справиться максимально ответственно что я должен выплатить течение месяца как я выплачу это как я плачу школу ребенка как я плачу садик ребенка что я выплачу своим сотрудникам как я заплачу за офис садитесь и это все продумывайте тогда пройдет не депрессивно понедельник и вторник и в это время луна в козероге надо вообще планы долгосрочные на год на несколько месяцев на месяц долгосрочные минимум месяц максимум два года ну или максимум семь лет вот надо рано вставать и много работы не просыпать не расслабляться не лентянчить общаться с козерогами если не знаете как себя организовать подняли телефон набрали трубочку и сказали так петр ильич вот вы же козерог как сейчас организовать свое время позвонили козерогу и вам все рассказали значит 15 16 это луна водолей луна водолей это общение с друзьями общение с единомышленниками это освоение возможностей онлайн бизнеса интернет бизнеса это астрологические прогнозы общения с астрологами если бы мир был в порядке это были бы народные гуляния но пока мир не в порядке видимо 15 16 не будет народных гуляний либо выходите в skype и устраивайте там народные гуляния там вот из разных уголков москвы давай соберемся в скайпе значит и пообщаемся ремонт ремонт квартире не минуты простое до луна водолей это общение с людьми а вот 17 18 точнее извините 17 до вечера еще водолей до вечера в пятницу 17 то есть это время общаться изучать новые идеи искать новых друзей проводить время в интернете как будто мы там его не проводим вот и поздний вечер в пятницу 17 и выходные 18 19 это время уединения луна в рыбах время когда больше провокации поплакать выпустить на волю свой комплекс жертвы какой я несчастный какая я несчастная какие мы неудачники как все сложно тяжело как я не справлюсь в общем все эти внутренние слезы поднимаются на поверхность опасения алкоголя конечно опасения алкоголя это выходные 18 19 но луна в рыбах это музыка луна в рыбах это кино луна в рыбах это если получается уединение на сегодня уединение это такая сложная тема кто-то должен закрыться в спальне кто-то в гостиной кто-то на кухне кто-то в туалете а кто-то на балконе хорошо что сейчас не январь вот но уединение это важное дело и рыбы это кстати деревня и мир где отсутствуют люди обычно мир где отсутствуют люди это уехать за город уехать за город вот принципе луна в рыбах связано с природой городом морем деревней одиночеством поэтому может быть некоторые захотят выехать на природу тем более ну или там за город загородный дом 19 числа вечером начинается знак тельца знак тельца это уже земной знак это дачный сезон когда мы все в мае уже готовимся идти работать на грядках и поем известные песни я разогнулся посмотреть не разогнулась ли она что посмотреть не разогнулся ли я знаменитые песни на тему дачи и огорода вот вот такой график сколько был эфир я не следил потому что instagram не показывает тайминг у меня нет перед глазами счетчика поэтому может быть это было минут сорок и может быть было недостаточно долго если такой формат понравится вам и понравится мне и моей команде мы будем продолжать выпуске по четвергам чтобы заранее анонсировать наши занятия выходные и вы заранее получали программу недели поэтому пишите нравится вам такой формат или нет пишите ваши вопросы пожелания не забывайте что у меня в пятницу очень интересные профессиональные лекции по синастрим по совместимости найдете информацию по ссылке и 12 апреля в день космонавтики я запускаю курс для новичков которые желают изучать астрологию кто захочет в космос 12 числа я смогу вас отправить в космос на этом все удачи всем до встречи прекрасной недели всем пока